друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал сам вэл адамян мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей а именно сегодняшний самый последний ролик адамяна под названием уехал на гастроли да друзья мои это таки состоялось ну наконец-то мы с вами не будем видеть мамку какашки мочу не будем слушать бесконечное про сахар что ты ела что ты не ела чего ты спишь мамка вставай и так далее ну хотя бы небольшая передышка для нас зрителей будет ну а также что я хочу сказать передышка будет и у мамки шупы шупа в конце концов сможет себе спокойно валяться на заваринки дрыхнуть на своей кроватке до обеда а также жрать всякую вкусненькую друзья мои запрещенку и не переживать что вот вдруг придет ни с того ни с сего явится да как черт из табакерки появится севка со своим вопросом який мамка сахар у тебя ну да в общем все отдыхают в том числе конечно же и севка который друзья мои смотрю от всего в этой жизни уже устал севка всем сообщил о своем самочувствии мол да так и так вот уже на автобусе мы проехали полтора часа взял говорит с собой еды взял говорит с собой воды и говорит накануне меня опять вырвало сева надеемся ты в дорогу памперсов себе набрал такую хорошенькую такую кучку большую кучку а не дай боже обосрешься там в автобусе и будут нюхать уже все остальные да да то же самое что нюхают все придя в мамкину квартирку что-то говорит севка жалуется он у меня с желудком не то не сё отрыжка отрыжка и еще раз отрыжка ой сева я даже не знаю вот чтобы делали мы зрители без твоих подробностей то про понос то про рвоту то про отрыжку это прямо такая интересная информация и я бы сказала очень важная и ценная информация и конечно же мужчина 42-летнего возраста обязательно должен всему своему зрительскому электорату сообщить о том что у него сегодня не понос так золотуха не понос так рвота не рвота так отрыжка далее друзья мои севка говорит у меня там что-то забилось в желудке может говорит надо прочистить колоноскопом может чей-то колоноскоп надо засунуть знаете ребят я когда этот момент услышала сказать что я была в шоке вы меня извините конечно же да это ничего не сказать вот эти шуточки у севы ниже пояса да что ему срочно че требуется чей-то колоноскоп дабы ему там хорошенечко друзья мои в заднем проходе все прочистили да да я смотрю севка совсем уже берега про попутал прям такие гадости такие мерзости начинает нести на огромную аудиторию а сейчас я хочу обратиться к хомякам севки которые бегают по моему каналу пишет на чем вы тут говорить да вы послушайте о чем и какие мерзости несет вас ваш Севка в общей массы. Ну так, на минуточку. Сева, а шо случилось? А шо приключилось? А шо у Коки колоноскоп уже все? На пол шестого больше не справляется, не может себе ничегошеньки прочистить, да? Я так понимаю, друзья мои, Николетта вообще уже делать абсолютно ничего не хочет. Да, Коленька, Коконька, Николеточка вообще ничего не хочет делать. Вы знаете, не может Севке даже подсобить и прочистить своим колоноскопом нужное место. Совсем уже отбился от рук. Что любит Кока? Кока любит денюжки. Да, но мы помним. Что любит Масик? Масик хочет... А, что хочет Масик? Масик хочет водочки. Ну а Кока постоянно, друзья мои, хочет только исключительно денюжек. Но любит Кока тратить Севкины денюжки, трясти Севкиной карточкой, тратить на себя любимого. Да, да, уже и магазин в центре города решил приобрести, представляете? Говорит, будем худи теперь продавать в магазине. Да, мало им того, что они всю игрень этими худи, друзья мои, завалили по полной программе. Теперь Кока решил приобрести себе магазин. Ну, понятное дело, какой дурачок будет за все это платить, да? Как в анекдоте. И баран, который за все за это заплатит. Не будем показывать пальцами, кто выступает в качестве барана. Все и так поняли, на чьи гуляет Кокочка. В общем, Николета, друзья мои, толку от него я смотрю никакого. Сева, ты знаешь, мое мнение, пора давным-давно менять Николетту. Ищи себе более молодого, более шустрого. А этот уже в свои 30 ни на что не способен. Только потрясти твою карточку и больше ничего. Ну, а вообще, Сева, ты знаешь, если так срочно понадобился колоноскоп, и надо что-то себе прочистить, ты можешь написать какую-нибудь табличку, присобачить, да, что вот срочно-срочно требуется тебе кувелдик, ну, или кто-то там, да, или что-то там, присобачить табличку себе на шею, повесить тебе ее на грудь, да-да, и я думаю, поверь, найдутся какие-нибудь желающие присунуть. Ну, хотя, ты знаешь, это тоже все чревато последствиями. Могут так тебе колоноскопом своим прочистить, что потом ты будешь мочиться, как Кока, тоже как Кока не сможешь сесть на табуретку, ну, или на стульчик, ну, или на креслице. Будешь присаживаться с первого раза, точно не сядешь. В общем, ребята, я смотрю, что у Севки, как всегда, как я говорю, вот эти вот шуточки ниже пояса. Кстати, на сей раз веселой компашки у Севки не видать. Он один в окружении своего гусика, да-да, ну, той самой подушечки, которую он взял с собой, ну, дабы отдыхать, спать и так далее, а той прежней компашки, которая была у него в прошлый раз, когда он уезжал на гастроли в Прибалтику, помните, Леся там была, да, а был там Игорь, был там Леша, вот они тогда веселились. Севка, конечно же, был в центре внимания, потому что, друзья мои, и Севка угощал всех халявной жрачкой, халявной выпивкой, а также теми самыми, ну, вот этими подарочками, которые Севке дарили его поклонники и поклонницы. И, конечно же, тогда все крутились вокруг Севки. Ну, а здесь нет даже близко никого. Севка ходит, пыхтит, сопит, как старый дед, ребят, боже мой, Так и хочется Севе сказать, Сева, успокойся, выйди уже из образа, тебе всего 42. Тебе не 92 и не 102, а только всего-навсего 42 года. Далее показывает нам собачку, которая лежала, виляла хвостиком. Я вот думала, может быть, собачка все-таки ждала, что кто-то ее из этих артистов, друзья мои, гастролирующих по Европе покормит. Но, насколько я поняла, собачка так ничего и не дождалась, никто ее не покормил. Далее на заправке, когда они уже остановились, пошли туда, видимо, сходить в туалет, помыть руки, прикупить там водички и так далее. На заправке Севка так заохал, так закряхтел, что я была подумала, может быть, друзья мои, Севкина мечта уже сбылась, и ему кто-то присунул, да, тем самым колоноскопом прочистил по полной программе. Ну, а далее Севка от нехер делать стал включать Надькины голосовые. Ребят, это трындец. Это был трындец. Надька Беляш, знаете, как самая надоедливая муха, как банный лист, который прицепился к заднице. Единственная разница все-таки есть. Банный лист можно отодрать от той самой задницы. А вот Надьку фиг отдерешь. В общем, Севка решил дать всем возможность послушать, ну, насколько у него есть вот такие вот, как Надька, которые готовы Севке петь хвалебные оды с утра до ночи. И он включил несколько голосовых сообщений. Надька орет. Самвелка, самвелка, да ты найкращий, ты супер. Спокойной табиночки, самвелка. Далее следующее голосовое. Самвелка, добрый день, добрый ранок, пускай тоби бережет Бог. Ох, далее, друзья мои, самвелка, добрый день, як здоровья, як самочувствие. Ребята, это просто, знаете, маразм крепчал, деревья гнулись, да. Это вот Севка, Севка, конечно, ну, совсем, совсем без тормозов. Он взял, врубил вот эти вот Надькины голосовые, чтобы все, абсолютно все, его коллеги по цеху, да, которые с ним ехали на гастроли в этом автобусе, чтобы все абсолютно слышали, да, как вот он над ней прикалывается и так далее. Ну, честно, Надька вот просто визжит, как дура, как потерпевшая, как ненормальная, да. Вот у Надьки нет вообще никакого достоинства. Лезет и лезет, лезет к этому Севке. Уже все ржут, коллеги по театру, над этой Надькой, над этими голосовыми, уже ржут в открытую. А эта дура все написывает Севке, все орет, как потерпевшая, и ведь знает прекрасно, что он опять выставит это все на всеобщее обозрение. Ну, а что касается Севки, что ему сказать? Севка, ты в этом плане просто конченый. Ну, так себя вести нельзя. Конечно, Надька дурко, да, дурко еще какое. Конечно, она преследует свои цели и так далее. Конечно, она прицепилась, как банный лист к заднице. Но, знаешь, так себя вести, вот так недостойно, брать и включать Надьку, чтобы слышали все, и гоготать над ней, ну, так, на минуточку, тебе 42 года, а ей 65 лет. Как-то это все-таки, ну, мягко сказано, некрасиво. Ну, или по-свински, да. Далее, друзья мои, на следующий день едут, и Севка уже жалуется. Тяжело. Ехать, говорит, тяжело в автобусе. Вы знаете, я смотрю, ему все тяжело. В театре служить тяжело, играть тяжело, ехать тяжело, да, только, видимо, в ТикТоке ночами, ночами тусить ему в таком возрасте в самый раз. Далее они прошли вместе, значит, с коллегой по театру. Не помню, как ее зовут, уже одну звали Лера, она с ними не поехала на сей раз. Не помню, как эту женщину зовут, да, в принципе, и не суть важна. Так вот, они идут как раз-таки в сторону, значит, заправки, и вот эта коллега по цеху у него и спрашивает, да, коллега по театру. Мол, а ты зубы чистил? Он говорит, нет. Она говорит, так иди почисти. Сева, у тебя, видимо, изо рта уже такой шмон стоит, тебе уже в открытую. Коллега, не то что намекает, уже говорит, иди почисти зубы. А ты даже не понимаешь, что это элементарно. Ты должен проснуться и первым делом схватить, да, зубную щетку, зубную пасту, схватить полотенце и побежать, пусть даже и на заправке, но, по крайней мере, сделать необходимые гигиенические процедуры. Это знают абсолютно все нормальные люди. Но вам с мамкой это незнакомо. Для вас почистить зубы – это что-то из области фантастики. Это, я бы сказала, самый настоящий праздник. Далее, друзья мои, Севка сидит с этой же коллегой, жалуется, мол, вот так надоело ехать в автобусе, вот я бы поехала на машине, едешь себе с комфортом, как хочется. Господи, хочется спросить, а что ты вообще поехал, да? Ну, если так тебе не хочется ездить на эти гастроли, чего ты вообще туда поперся? А я, друзья мои, предполагаю, что Севка опять надеется на то, что, ну, во-первых, он будет в центре внимания, даже в этом автобусе кто-то скажет, нет, уже не будет. Ребята, все еще может быть. Вы знаете, это сейчас он не в центре внимания, потому что пока еще неважно себя чувствует, это заметно, да? Плюсом, ко всему прочему, они еще только выехали, то ли еще будет. Севка обязательно поставит какой-нибудь магарыч, чем его будут угощать его же вот эти вот хомячки, которые прибегут на гастроли, как в прошлом году, как в прошлый раз. Они его задаривать будут какими-то вкусняшками, каким-то алкоголем, он будет проставляться, и все коллеги по цеху тут же подтянутся к нему, как это было в прошлый раз. Помните, когда они гудели, ехал автобус, они орали-визжали, Севка чувствовал себя просто в своей стихии. Он, знаете, ощущал себя эдаким прямо борчуком, вокруг которого собрались холопы. Так что, я думаю, тоже не за горами тот момент, когда Севка опять будет в своей стихии. Поэтому он и поехал туда отдохнуть, развеяться, чтобы он там не говорил. Палеусом надеяться на то, что опять его будут встречать, его хомячки-обожательницы будут дарить ему подарки и кричать во всеуслышании о том, какой же он талантливый, какой он талантище. Короче, да, рассказывает, рассказывает он вот этой своей коллеге о том, как ему понравилось ходить в туалет. Я, говорит, еще раз в туалет сходил. Она говорит, надо же, тебе, говорит, прямо можно позавидовать. Ребят, я вообще в шоке. Представляете, рассказывает женщине, делиться тем, что я еще сходил посрать, да, и насколько Севке тоже он стал рассказывать, как ему было приятно расслабляться на чистеньком белоснежном унитазе. Сева, надеюсь, ты там что-нибудь постелил, или хотя бы прежде чем сесть на этот унитаз, ты его хотя бы влажными салфетками обработал, или так и уселся своей жопой именно туда, на общественный унитаз. На сей раз, друзья мои, как я вам уже сказала, компанию Севки пока составляет только его гусик, да, только в компании гуся и сидит. Ну что, сказал, говорит, все нормально, все хорошо, едем дальше, в общем, продвигаемся. Но, друзья мои, я думаю, еще не вечер, и нам обязательно покажут веселый автобус, веселых коллег по цеху, и, конечно же, Севку, который будет сидеть в окружении своих коллег по цеху, и будет довольно счастлив, что опять находится в центре внимания. А ведь он так любит быть в центре внимания. Продолжение следует, друзья мои. Вот такой обзор. Пишите, что думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Всех целую и обнимаю. Всем пока-пока. Продолжение следует...